Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Программа «Синема» Ну что же, начинается программа «Синема». Надеюсь, все киноманы прильнули ухом к радиоприемнику. Олег Пехов, Владимир Веселов вместе с вами. Здравствуйте. Да, всем привет. Да, привет. Ну, у нас... Так, сначала просто поговорим о премьерах, затем какие-то новости, ну и потом, наверное, такую лонгрид-тему, может быть, обсудим. Это будут герои 80-х годов, вот кинозвезды, которые до сих пор в строю, поскольку, ну, есть повод обратиться именно к этой теме. Но пока вот, наверное, несколько слов о фильмах уже вышли, уже доступны, и можно посмотреть на киноэкранах, и «Миньоны 2», и «Элвис». Вот две большие премьеры, а, по-моему, в пятницу стартует фильм «Черный телефон». То есть это, в принципе, такие три большие премьеры. У нас были долгие выходные на «Лига», когда не решались поставить ни одной новинки. Ну, понятно, что «Лига» — то время, когда люди реже ходят в кино, поэтому тут такой был, как бы, потерянный уикенд для кинопроката. Но, тем не менее, вот сейчас «Элвис», он по всему миру стартовал, и достаточно успешно. Картина, премьера, которая состоялась еще в Каннах, новый фильм «База Лурмана», он не снимал очень долго картин тоже. Тоже с времен, по-моему, «Великого Гитсби», если я не ошибаюсь. Вот как-то не было ни одного нового фильма. И картина, которая, опять-таки, музыкальная, опять-таки, в стиле «База Лурмана». Звучит не только старомодная музыка Элвиса Пресли, но и Бритни Спирс. Можно напомнить, всего прошлые достижения, так скажем, это фильм «Мулин Руш» с Николь Кидманом в главной роли, где тоже была музыка, и актеры сами пели, то есть фильм пользовался большой популярностью. Что еще он снял? «Ромео плюс Джульетто» он снял с тем же «Ди Каприо». Так скажем, новое видение «Ромео и Джульетто», которое сделало «Ди Каприо» звездой большой, на мой взгляд. По-моему, этот фильм вышел после «Титаника», но закрепил. Нет, он вышел до «Титаника», это был как раз-таки до «Титаника», и это, в принципе, был такой очень прорывный фильм для «Ди Каприо», потому что до этого он все-таки считался таким актером не мейнстримового кино, он появлялся там «Что гложет Гилберта Грейпа», там еще какие-то были картины, ну «Дневник баскетболиста», но это тоже был такой культовый... Я помню, что я смотрел «Ромео плюс Джульетто» в кинотеатре, и я помню, что рядом со мной сидели девушки, и в финале они заплакали, это было очень трогательно, потому что когда Ди Каприо умер, просто раздался всхлип, и они разрыдались, вот. Я понял, что в этот момент я понял, что родилась, наверное, новая звезда. И я хочу сказать, что уже в этом фильме «Ромео плюс Джульетто» звучали песни современных групп, и вот поставить Шекспира именно в современных условиях, где две банды выясняют отношения, и текст «Вложите шпаги в ножны», а когда держат друг друга на пушке пистолета, то есть это, в принципе, очень... Ну, это всё было очень необычно, очень так вызывающе. Просто сейчас это стало уже как бы такой, ну, таким штамповкой, а по тем временам это было всё в новинку для людей. И то, что звучала современная музыка за кадром, и то, что были одеты «Ромео и Джульетто» в современную одежду, это очень делало так, картину необычной и запоминающейся. Ну, и «Муленруш», ведь я просто хочу сказать, что несмотря на то, что действие происходило в XIX веке, там звучала и индийская музыка, и современные хиты, и причём Баз Лурман каким-то образом получил права на музыку. Просто когда он показывал концепцию «Черновики», многие музыканты говорили, бери вот бесплатно, потому что он сказал, что если бы я платил за каждый музыкальный трек, который прозвучал, а там вот именно огромнейшая, или там «Пупури» из самых популярных мелодий XX века, и он говорил, что если бы я заплатил за каждую мелодию, это был бы вот просто золотой фильм, у меня бы денег не хватило, а вдохновлённые музыканты просто говорили, бери, ради бога, вот бери, потому что у тебя получится. Вот, ну и Баз Лурман сейчас замахнулся на Элвиса нашего Пресли. Ну да, на короля, так скажем, и, ну, наверное, вполне закономерно. Конечно, я так подозреваю, что о жизни Элвиса Пресли можно снять и драматическую какую-нибудь историю, в принципе, там, наверное, много всего найдётся драматического, но Баз Лурман выбрал именно свою форму, форму мюзикла, и, очевидно, в этом плане тоже есть что показать, и, наверное, это к лету, наверное, более людям будет интересно, чем смотреть о каких-то проблемах последних дней жизни короля, ну, а здесь наоборот, то есть я так понял по трейлеру момент его становления, то есть момент рождения как раз звезды. И отношения как раз-таки со своим будущим менеджером, который стал локомотивом Элвиса Пресли, полковник Том Паркер, которого сыграл, соответственно, Том Хэнс на большом экране. Ну и вот, как я уже... Изменённый-то неузнаваемости Том Хэнс, потому что он там под таким гримом, что его, конечно, не так-то просто опознать. И, как всегда, всё-таки вот звучит именно современная музыка и Бритни Спирс и Бэкстрит Бойс, вот каким образом он вплёл их туда, я, честно, пока ещё не видел картину, но уже горю желанием её посмотреть. Так что это, конечно, фильм, который, ну, один из таких самых ярких, знаковых фильмов этого лета. И об Айопе, который, с одной стороны, продолжает и богемскую рапсодию, и Рокетмена, но, с другой стороны, это не совсем. То есть я понимаю, что это фантазия. Ну, то есть в отличие от Байопиков, которые пытаются рассказать, ну, максимально всё-таки приближенную к реальности историю, у База Лурмана всегда фишка в том, что он строит свой абсолютно выдуманный мир, свою какую-то параллельную вселенную, где может случиться что угодно. И поэтому, ну, я думаю, смотреть ещё интереснее. Ну, при этом, я так понимаю, что фантазия такая добрая, потому что наследники Элвиса, жена и дочь фильм видели, одобрили, сказали, что окей, претензий не имеют, в суд подавать не будут, в случае чего. Ну, и для маленьких зрителей «Миньоны 2», собственно говоря, тут я тоже думаю, что настолько популярен был первый фильм, что не нуждается в представлении второй. Ну, да, просто сказать, что родилось всё из мультфильма «Гадкий я», снятого, не помню, уже сколько лет назад. И тогда была тоже такая концепция гадкого какого-то персонажа, который на самом деле на лицо ужасный, но добрый внутри. Она как бы была нова, наверное, и интересна, понравилась всем. Плюс у него, вот у этого такого злодея, который оказался не слишком злодейским, были вот эти вот помощники, весёлые, смешные, жёлтенькие «Миньоны». И они так понравились аудитории, что создатели в студии почесали головы, видимо, лысые, и подумали, что надо всё-таки про них отдельно что-то снять. То есть про «Миньонов» сняли сначала один мультфильм, и вот сейчас он выходит второй. Причём я так понимаю, что это, даже не знаю, как это называется, когда объединяет две сюжетные линии. То есть изначально был фильм «Гадкий я» про этого злодея, три мультфильма снято, потом были сняты про «Миньонов», а сейчас вот этот фильм про «Миньонов» объединяет эти две линии. То есть он рассказывает о том, как «Миньоны» познакомились с этим вот «Грю», как его зовут, злодеем. То есть это приквел, так скажем, подводящий под всю историю базу. Как хорошо, говорю, что в мультфильмах можно всегда снимать приквел, не думая о том, что актёры постарели, или им сложнее играть. То есть это вот, в принципе, для мультфильмов никакой проблемы не составляет. Ну хотя, ты знаешь, вот с приквел, приквел, с приквелом, а вот «Лайтъер» вот ведь неудачно пошёл. Я подозреваю, почему. Потому что как ты вот помнишь, я тогда, не видя фильма, сказал, что это история игрушки. А на самом деле, вот как ты и заметил, это история, собственно говоря, персонажа, который стал прообразом игрушки. И поскольку его озвучивал другой актёр, Крис Эванс, вот я уже говорил о том, что появились хэштеги «Not my buzz», и я понимаю, что публика не приняла, потому что мы уже привыкли видеть его как игрушку, а вдруг нам его представляют как реального человека, на основе которого потом будет создана эта игрушка. и получилось так, что вроде бы персонаж чуть-чуть и тот, и на самом деле не тот. И озвучивает другой актёр, и это так смутило зрителей, что они отшатнулись как бы от этого фильма и подумали, что, ну, наверное, это что-то другое. Тут, да, тут, поскольку мы не видели, трудно судить. Я просто пересказываю то, что, ну, вот пишет американская пресса, вот какие отзвуки там, ну, вот они пишут именно так, что представляют, что неудача этой картины, она объясняется, ну, относительная, конечно, неудача, но всё-таки вот... — Наверное, для наших зрителей это не очень близкая проблема, потому что во всех случаях у нас был дубляж, и мы не знаем там, какой актёр озвучивал оригинального, ну, вернее, я не помню, какой его... — Там озвучивал Тим Аллен, вот они с Томом Хэнксом были... Тим Аллен озвучивал этого база, а Том Хэнкс озвучивал ковбоя Вуди. — Сейчас, наоборот, такой героический персонаж, его озвучивает героический актёр, популярный казал. Наверное, студии казалось, что это беспроигрышный вариант, но вот где-то они просчитались. Возможно, сама история не очень интересная, потому что, как я и говорил, ощущение, что они просто как-то нашли какой-то сценарий, более-менее подходящий под описание, то есть какой-то космонавт, причём действие происходит в будущем, то есть это не очень вяжется, нет логической связки, потому что действие происходит в каком-то будущем, а персонаж стал прототипом игрушки, которая вышла в прошлом. То есть, ну, временные связки как-то отсутствуют логика. Ну, вот, это, в принципе, не всегда играет какую-то фатальную роль, но, возможно, в данном случае это сыграло такую вот и испортило ситуацию, но неизвестно. Тут надо говорить, наверное, о самом качестве мультфильма, о каком-то сюжете, и плюс мне что-то по трейлеру не показалось, что он очень детский. Вот ещё проблема, и я думаю, что многие родители, посмотрев трейлер, решили, что они своих детей на него просто-напросто и не поведут. Так что, возможно, это сыграло какую-то тоже не последнюю роль. Ну, и фильм «Чёрный телефон». Может быть, расскажешь несколько слов об этой картине? Ну, я, да, я посмотрел тоже трейлер, но это такой мистический ужасник, в принципе, и интерес в данной ситуации, пока фильм не смотрен, может вызвать тот факт, что это экранизация рассказа сына Стивена Кинга. То есть, у Стивена Кинга есть сын, и он пошёл по стопам отца и начал тоже писать рассказы. Вот, и тоже в жанре ужасов, причём это не первая, по-моему, его экранизация. Вот, а про отца говорить вообще смысла особого нет. Ну, хотя, может быть, мы в как-нибудь... Я думаю, что обязательно. ...в следующей передаче поговорим, потому что Стивен Кин, по-моему, один из самых ныне живущих, самых экранизируемых авторов, по крайней мере, в Америке, вот, сто процентов. Вот, но сын тоже его, в принципе, не подкачал, так скажем, несколько его рассказов тоже стали основой для кино, и даже, в общем-то, неплохого, судя по отзывам. Вот, и это, как бы, тоже вот очередная такая попытка. Главной роли Итан Хоук, причём он играет маньяка, вот, отрицательного персонажа, который скрывается, по крайней мере, в трейлере, пока ещё за маской, и вот, он ловит убийцы детей, ловит очередную свою жертву, сажает его в подвал этого несчастного мальчика, и в подвале обнаруживается телефон, по которому жертве каким-то образом звонят предыдущие жертвы, уже умершие. То есть вот такое, получается, общение с душами умерших, которые пытаются ему помочь освободиться. Вот, ну, соответственно, чем это всё закончится, надо идти в кинотеатр и смотреть. Ну, звучит очень достаточно так, такая фишка интересная, не заштампованная, не задействована ещё в кино. Опять-таки Итан Хоук впервые, мне кажется, играет такую злодейскую роль, но если не считать там жестокие игры, игры, где он тоже там играл такого немножечко развратного, молодого человека, отрицательного, ну, в принципе, всё выглядит достаточно для любителей жанра, наверное, будет интересно. Да, и отзывы, в принципе, какие-то, которые уже появились, они, в принципе, положительные, поэтому можно, наверное, рискнуть, если хочется в это время чуть-чуть ужасов, то почему нет? И главное, помните, что в кинотеатрах работают кондиционеры, поэтому если вы слегка притомились от нынешних температур на улице, всегда можно в кинотеатре переждать. Самый зной днём или с пяти до шести, вот как раз можно, посмотрев кино. Ну, и я хочу проанонсировать ещё, что у нас есть возможность посмотреть на большом экране фильмы, уже которые прошли довольно, ну, которые можно назвать даже и киноклассикой нынешней, и современной. В частности, вот Кинокулцы их показывают, и ближайшая их такая интересная вот остановка будет с фильмом «Гладиатор». Это 1 июля покажут на большом экране картину, которая в своё время наделала очень много шума. Фильм... Можно сказать, 22 года назад вышло. Хватиться за голову и заплакать. Да, потому что кажется, что это было вроде бы вчера. Я очень хорошо помню, как наши кинопрокатчики, с которыми я уже там... Ну, тоже, получается, знаком, боже мой, сколько лет. Они мне рассказывали, как был специальный... Вот раньше, насколько к прокату фильма относились серьёзно. Специально латвийских прокатчиков ввозили куда-то в Швецию, ну, может быть, не в Швецию, или в Финляндию, показать этот фильм, потому что это был специальный показ для очень узкого круга, ну, для людей, потому что фильм ещё там задолго до его официальной премьеры. И вот насколько приехали совершенно ошеломлённые, потому что действительно картина, с одной стороны, это, казалось бы, пеплом. Ну, то есть такой вот классический пеплом, историческая драма. Но мы привыкли к тому, что историческое кино, ну, это обязательно что-то очень далёкое, очень какое-то покрытое пылью, нафталином. А ведь «Гладиатор» был настолько, ну, неожиданно снят. И вот бой на арене с «Тигром», это же было вообще тоже что-то снято настолько... Казалось, где тут стекло между актёром и животным? Где вообще... В чём трюк? Я не пойму. Ну, да, в общем, зрелищное кино, то есть оно, конечно, покорило многих. И долгие годы уже идут разговоры о том, что с нём как продолжение, они то появляются, то пропадают. И вот читал, что вот-вот уже начнутся. Ну, вот недавно смотрел фильмографию Рассела Кроу, там вторая часть не значится. Не знаю, будет ли это снято когда-либо продолжение. Уже, конечно, там «Гладиатор» уже на пенсии. Так в том-то и дело, ты видел Рассела Кроу в последних фильмах. Ну, то есть Рассел Кроу ведь очень сильно прибавил в весе. Он очень сильно постарел, обрюзг. И я думаю, что, ну, съёмки вот в таком... Ну, это будет смотреться очень жалко. То есть, ну, как Шерон Стоун во втором основном инстинкте. Когда это останавливало киношников, они могут снять фильм «Папа-гладиатор» там или «Дедушка-гладиатор». Фантазии хватит. Ну, да, пока Рассел Кроу, вот я посмотрю, у него значится вот последний проект. Священник-экзорцист в новой какой-то постановке «Изгоняющий дьявола». Во всяком случае, вот он сыграет итальянского священника, который провёл тысячи обрядов экзорцизма. А я видел, что он подписан, по крайней мере, сейчас на роль Марка Ротка в биографическом фильме. Вот приезжайте к нам в «Даугов» пил с уважаемой Рассел Кроу, чтобы вдохновиться. Да, вполне возможно, что если этот проект стартует, не исключено, что его будут снимать, в том числе на натуре в «Даугов» пил с. Так что, возможно, через пару лет Рассел Кроу появится у нас на наших этих самых просторах. Ну да. А я хочу ещё сказать, что на съёмках «Гладиатора» были очень сложные съёмки, именно из-за того, что они снимали на лютой жаре. И вот в этих жарких условиях актёр Оливер Рид скончался, который тоже играл там одну из главных ключевых ролей, британский актёр, который любил заложить за воротник. И там эта вот история есть, что в баре, где он провёл последний вечер перед сердечным приступом, который его, ну вот, и убил, вывешен список того, что этот Оливер Рид выпил за этот вечер. И там какое-то безумное количество стопок там крепкого алкоголя, пива, коктейлей. И этот, ну вот, почётный лист висит на видном месте, что вот, дескать, вот чем он забавлялся в последний вечер. Вот. Ну и потом Оливера Рида пришлось при помощи компьютерной графики, при помощи каких-то неудачных дублей, вот доснимать, потому что несколько, ну его пришлось перекраивать сценарий, потому что уже нового актёра взять было невозможно. Там была большая часть фильма отснята. Так что, вот всё, это к тому, что «Гладиатора» можно будет посмотреть на большом экране. Это вот, в принципе, получить то самое наслаждение, как мы, когда смотрели эту картину в 22 года. Да, в первую очередь, наверное, это стоит обратить внимание тем, кто его, может, не видел на большом экране, потому что 22 года — это всё-таки срок. То есть, если мы это сделали в своё время, то сейчас выросло поколение, которое в лучшем случае видело его просто на DVD и в телевизорах. А сейчас можно это сделать на большом экране, и это хорошая возможность. Так что рекомендуем. Я так подозреваю, и я, и ты точно рекомендуем. Ну вот. Что ещё из таких маленьких, небольших новостей, наверное? Тут я прочитал любопытную новость, что Антонио Бандерас задружился с Эндрю Ллойдом Уэббером, и они вдвоём основали специальную компанию. Правда, это не кинокомпания, это театральная компания. Она называется по названию одной из арий Эндрю Ллойда Уэббера «Амигус пора сьемпре» «Друзья навсегда», «Навсю жизнь», вот в переводе с испанского, и они будут производить мюзиклы, всевозможные сценические постановки, но для испаноязычного мира. То есть я понимаю, что Антонио Бандерас станет, ну, условно говоря, лицом опер Эндрю Ллойда Уэббера, переведённых на испанский язык. И здесь все будут его, и «Фантом оф де опера», и «Сансет бульвар», и «Джизус крайз суперстар», Эвита, тут, собственно говоря, сам... Ну, собственно говоря, подозреваю, что они задружились вот со времён Эвиты, где с ней Бэберс делал музыку, а Антонио Бандерас сыграл там одну из ролей. Вот у него «Че» была, как это такая вот прообраз, ну, не совсем Че Гевара, но какой-то такой вот мистический герой, который рассказывает историю Эвиты, сопровождая её по жизни, но через его, как бы, рассказ мы узнаём о судьбе героини. Так что, ну, вот любопытно просто, что такая продукция будет вот для испаноязычных зрителей. И ещё интересная новость пришла, вот я сегодня её прочитал в «Верайте», очередное расширение круга членов киноакадемии. То есть они специально разослали приглашение, то есть даже не сами предложили, то есть эти люди, сейчас получив приглашение, могут согласиться, но могут и отказаться, конечно, то есть нам никто не тянет за руку. Но любопытно, что они решили так кардинально обновить. Туда войдут Билли Айлиш, то есть, казалось бы, девчонке вообще, по-моему, там что, она паспорт получила вообще или нет? Ну, то есть она же ещё в школе училась вот совсем недавно, я просто какой-то вот, а уже член киноакадемии, то есть для меня это какой-то просто нонсенс. Потом Аня Тейлор-Джой, тоже вот молодая актриса, которая только-только вот сыграла шахматную эту королеву и сейчас тоже на вершине успеха. Джереми Дорнан, тот самый, который стегал плёткой в 50 оттенках серого Дакоту Джонсон, то есть тоже, казалось бы, ну, я бы не сказал, что гениальные какие-то роли, ну, то есть обычно мы ждём, Ну да, какой-то экивок, наверное, в сторону молодёжной аудитории всё-таки, ну, очевидно, что Академия идёт на поводу поп-культуры. Ну да, но тут как бы, вот у меня ощущение, что это как перегибы на местах, то они все под 90 такие старые лысые, значит, уже выжившие из ума маразматики, там гений кину, то вдруг они бросаются школьников набирать в киноакадемию, то есть, ну, это какие-то такие, ну, метания, ну, они, мне кажется, не приносят пользы. Выглядит как какая-то такая уже мера, прям последний писк, последний крик о помощи из серии «Спасите, помогите, мы тонем, на нас никто не обращает внимания», ну, это так выглядит. Ну да. Может быть, обновление как раз поможет. Ну, с другой стороны, вот 397 новых членов, значит, может появиться, но в то же время я хочу напомнить, что сейчас в Академии 9665, ну, то есть, это, ну, как бы, обновление, ну, на 3-4 процента, ну, то есть, вот, не так прямо страшно, как... Лысые маразматики все равно преобладают. Ну, она обновлялась, на самом деле, еще и до этого, и там, ну, хватало, в общем-то, там очень много женщин, да, принимали, я хочу сказать, что это ведь, это не только актеры, это и режиссеры, и художники, то есть там... Представители каждой отрасли. Каждой секции, да. И вот я хочу сказать, что кроме того, приняли победителей, вот, недавние 15... Получили приглашение все 15, там, победителей прошлого Оскара, и в их числе тройка Цур, который снимался вот в этой кода «Ребенок глухихих родителей», и ряд других интересных артистов. Так что... Посмотрим. Я как раз по поводу Оскара хотел сказать, прочитал тоже порадовавшую меня новость, наверное, что почетного Оскара должен получить Майкл Джей Фокс, который играл главную роль в «Назад в будущее», да, все знают. Он, в принципе, очень давно не снимается по очень грустной причине, он давно болеет Паркинсоном, вот, и в свое время он основал фонд борьбы с этой болезнью, который стал вот прям передовым фондом в поисках лечения, лекарства, и у него самого не было, я так понимаю, даже номинации никогда на Оскар, хотя несколько каких-то наград, киноград он заслужил за свою кинокарьеру, но вот именно Оскара у него не было, и сейчас его решили отметить именно почетным Оскаром, мне кажется, это справедливо и как бы... Трогательно, да, трогательно, потому что для многих он все-таки остался такой легендой кино, но вот как раз скоро мы поговорим вот про легенду, хотя, наверное, уже надо начинать, если мы хотим эту тему затронуть, просто почему возникла вот эта мысль, потому что сейчас вот когда в американском прокате сложилась любопытная ситуация, две картины, они просто бились нос в нос за зрителя, это был вот Элвис, где, в принципе, вот все-таки самой знаменитой звездой фильма был Том Хэнкс, и у него тоже такая, ну, вот полновесная вторая, ну, именно не второплановая, вторая по значимости роль, и внезапно вернулся на первое место, ну, вот я не знаю, там по каким-то последним данным все-таки Элвис его обогнал там на несколько долларов, там долго очень считали, подсчитывали вот вот этот фотофиниш, и то ли Маверик, Топ Ганн на первом месте, то ли Элвис, там просто разница буквально чуть ли не в какие-то сотни долларов, и возникло, ну, возникли шутки, простите, а в какой сейчас на дворе год, потому что Том Хэнкс и Том Круз, ну, в принципе, это те самые вот легенды Голливуда в 80-х, которые начинали именно в 80-е годы свой творческий путь, и они прошли вот через 80-е, 90-е, нулевые, и то, что именно они сейчас борются за первое место, многие считают симптоматичным, потому что вот само понятие кинозвезды, оно изменилось, очень сильно изменилось, потому что, если мы говорим про легенд экрана, ну, таких, я не знаю, там, если брать 70-е, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, они никогда не ассоциировались, ну, вот именно с блокбастерами, с тем, сколько денег собирает фильм, они просто ассоциировались просто с качественным кино, ну, то есть вот то, что это актеры, которые великолепно, ну, вот очень качественно выполняют свою работу, они максимально погружаются в роли, они создают какой-то новый мир, новые образы, новую какую-то, ну, вот расширяют просто вот границы человеческих возможностей, а сейчас, вот если говорить про звезд, то, в принципе, вот говорят, какая разница одних Бэтменов, вот сменилось пять штук за последнее там энное количество лет, Человека-паука вот было три, и уже никому абсолютно без разницы люди идут на персонажа, а не на кинозвезду, там, по большому счету, вот может Паттисон быть, может Бен Аффлек быть в этом костюме Бэтмена, но мы... потому что, да, потому что популярное стало такое понятие, как франшиза, все-таки раньше его, ну, практически отсутствовало, за редким исключением, сейчас это, блин, студии клепают один за другим продолжение, и понятно, что за это время что-то может измениться, актер может передумать, актер может умереть, его надо заменять, и, в принципе, да, делается ставка на такое положение, когда актера можно заменить, в принципе, и многое не потерять, наверное, и зрители к этому начинают привыкать, и, опять же, для них каноничным становится не актер, а именно, как бы, персонаж, и, соответственно, под него подбирается уже более-менее подходящий актер, и зрители с этим соглашаются, им махают рукой, говорят, ну, ладно, тот был неплохой, ну, и этот ничего вроде бы, хотя бывают, конечно, какие-то такие просчеты, по крайней мере, в тот же «Бэтмен», я вот читал, что кто там сам считается худшим, Джордж Клуни, который, и он сам считает, что он дико пролетел с этой ролью, не подходил, и говорит, что это его, конечно, косяк, что он согласился на нее, и, в общем, сожалеет, и разочарован. Я бы сказал, что тут кто-то говорит, что наоборот, там проблема была в том, что ему сделали очень плохой костюм «Бэтмена», вот, ну, с этими сосками, и там говорят, ну, вот как были... Вряд ли, дело только в костюме, но да, там получилась, конечно, такая буфонада, как бы, все очень яркое, цветастые, не очень... То есть, в противовес этому, Нолан снял, наоборот, мрачный, суперреалистичный фильм, и он выстрелил. То есть, тут очень такая тонкая грань, которая непонятна, то ее переступают, то до нее не доходят, и тенденции очень сильно и быстро меняются, поэтому следить за ними, наверное, не очень просто. Киноделы стараются, конечно, но не всегда это получается. Вот сейчас, наверное, так. То есть, вот Том Круз, ведь, ладно, на этой неделе, ведь Маверик стал первым фильмом в этом году, заработавшим миллиард. То есть, это тоже вот новость последней недели, и это единственный фильм в карьере Тома Круза, который заработал миллиард. То есть, вот он в 60 лет, наконец-то, значит, сделал такой вот рекорд, побил своим первым миллиардным фильмом. Это тоже что-то значит, наверное. Но я просто хочу отметить, что при этом Том Круз никогда не снимался именно в таких фильмах. Ну, вот миссия невыполнима, это франшиза, но это франшиза Тома Круза. То есть, люди идут не на, вот здесь очень тонкая грань. Если Джеймс Бонд, например, вот сегодня Бонд Шон Коннери, завтра Дэниел Крейг, но люди идут на Джеймса Бонда, то здесь вот миссия невыполнима. Все-таки вот здесь трудно себе представить, что кто-то другой, кроме Тома Круза, будет так вот распластавшись там над полом, морской звездой зависать, там ухватив... Главное, что абсолютно непонятно, по какой причине мы считаем, что роль Итана Ханта может исполнять только Том Круз, а роль Джеймса Бонда может играть любой, ну, не любой, но более-менее подходящий харизматичный британец, вплоть до чернокожего Идриса Эльбы, который вот сейчас прочат, и все прямо вот за него болеют, если будут выбирать нового. То есть не очень понятно, как это получилось. Закатка, да. Но видишь, вот почему-то вот говорят, что именно Тому Крузу удавалось всегда сохранить какое-то вот именно личностное, то есть всегда шли на Тома Круза, будь то фильм «Коктейль», там, я не знаю, из его стареньких вообще фильмов, там «Человек дождя». То есть вот Том Круз, вот драматичный, я говорю, сейчас сознательно беру такие драматические картины, не блокбастеры. И вообще вот получается, что вот Том Круз, он ухитряется, вот играет лицом точно так же, как и Том Хэнкс. Ведь Том тоже, Том Хэнкс, он сохраняет какой-то именно свой личный бренд, свою личную вот какую-то такую франшизу, можно сказать, своих фильмов, в которых вот именно идут на Тома Хэнкса. Сказать, наверное, это сказать какое-то чутье актерское, нюх, не знаю, актерское или продюсерское его, но реально можно сказать, что вот, по крайней мере, у этих двух актеров, может, еще кого-то можно назвать, не было таких вот прямо каких-то пролетов и промахов. То есть они очень тщательно подбирают свои роли, мне кажется, вот прям не чистят, не снимаются каждый год по 10 раз, выбирают тщательно и стараются, значит, не попасть в просак и не испортить свою репутацию, потому что это дело очень быстрое, вспомнить там, как хотя бы Кевина Костера, который тоже... Водный мир, да. В 80-х и 90-х, но стоило ему где-то несколько, допустить несколько просчетов, так скажем, начиная с Водным миром и еще несколько фильмов. Почтальон, да, Почтальон был. Да, да, хотя мне, например, эти фильмы очень нравятся, но вот по какой-то причине другим зрителям они не понравились. Вот, и он покатился по наклонной, как говорится, вниз, и он продолжает сниматься, и даже сейчас у него есть популярные проекты, в том числе и сериалы какие-то, но он перестал быть звездой такого именно первого эшелона. Ну да, вот можно вспомнить тут и многих, и Мэла Гибсона, ну, по другой там причине, там, по Сильвестру Сталлоне, и Уэди Мерфи тоже, в общем-то, и Джон Траволта периодически тоже то выныривает, то уходит. Да, но тут такие куча нюансов, то есть там и кроме расчета в ролях еще и личные какие-то, то есть скандалы и прочее, то есть тот же Том, ну, хотя в жизни Тома Круза есть скандалы, хотя бы саентологии, да, саентолог и бросил жену с ребенком из-за саентологии, то есть есть там, а Том Хэнкс, например, вообще практически идеален в свое время, ну, есть такая легенда, не знаю, Джек Николсон сказал, что вот за что люблю Тома Хэнкса, за то, что он никогда не попадается. За что меня могут не взлюбить, за то, что мы сейчас выйдем за рамки время, временные, но тем не менее, вот спасибо большое, Владимир Веселов, Олег Пек, программа Синема, всем до свидания, может быть, тему вот звезд мы действительно еще продолжим в наших следующих программах, пока. Да, всем пока.